Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Black's Infinity. Прошло уже примерно две недели после выхода такого сериала, как «Железный кулак». Я отсмотрел его ровно неделю назад и уже был готов поделиться своим мнением, но в результате того, что у нас была очень жаркая неделя седаба, мне пришлось немножечко перенести ревью. И вот ревью я смог наконец-то доделать, оно получилось большим и объемным. Сегодня мы с вами узнаем о всех аспектах, плюсах и минусах сериала «Железный кулак». Давайте я уже не буду вас томить. Погнали! Сериал о бомже, который вернулся в Нью-Йорк, чтобы начать править тот баллом, я ждал очень давно и возлагал на него большие надежды. «Кулак» интересовал меня даже больше, чем тот же «Сорви голова», хотя их комиксные истории очень разные и по-своему колоритные. Где-то Мэтт Мёрдок интереснее, где-то Дэнни Рент. Но все-таки как-то мистика меня больше привлекала. Вообще привлекала не только мистика, а возможности Дэнни и его неповторимые бойцовские навыки. Он живое оружие и сто раз доказывал это, сражаясь с различными врагами, миньонами этих врагов, вынося их по сто человек за несколько минут и так далее. Меня завлекал «Кулак» очень сильно своим лором, характером и силами. Я возлагал огромные надежды на сериал. Надеюсь, что он получится таким же крутым, как «Сорви голова», а может даже лучше. Тем более, это первое появление «Кулака» на больших экранах. Ну, как «больших»? Ну, вы поняли, короче, что я имею в виду. Трейлеры давали надежду. Различные интервью и промо-фото давали надежду. Я понимал, что этот Дэнни будет не сразу тем кулаком, который выносит по сто человек за раз. Он будет тем кулаком, который только начинает свой супергеройский путь. И мне хотелось посмотреть на это. Как они это все обставят. Тем более, история обещала в неком роде продолжить сюжетные линии первого и второго сезона «Сорви головы». И это уже меня радовало. Уже, как по традиции, выскажусь насчет интро. Мне оно очень понравилось. Лучше, чем у Люка и Джессики, но «Сорви голову» так и не переплюнуло. Интересно, какое интро будет у «Защитников»? Главный вопрос человечества. Сериал «Железный кулак» был анонсирован вместе с другими сериалами линейки еще в 2013. В 2015 сериал получил шоураннера в лице Скотта Бака, который сделал такой сериал, как «Декстер». Дата анонса сериала состоялась примерно в октябре 2016 года, а съемки происходили в Нью-Йорке с апреля и по сентябрь того же года. Выход сериала состоялся 13 марта 2017 года и стал финальным сольником перед масштабным кроссовером «Четырех защитников». Кстати, примерно еще до анонса старта производства «Кулака» ходил слух, что сериал отменят из-за того, что Файги решил перенести Дэнни на большие экраны. И многие верили ровно до того момента, пока Netflix не начал сыпать новостями о сериале и про слух сразу же быстро забыли. Но вышло ли у них все так, как мне хотелось? И смог ли сериал стать лучшим в линейке Netflix Marvel? Давайте выясним сюжет. Наверное, это главная причина, почему сериал мне все-таки понравился. Смотрите, в чем дело. Вспоминая сюжет Люка Кейджа, в котором мы можем в целом разделить два больших пласта истории, некоторые подпласты или вспоминают Джейсику, где сюжет тоже был не особо трудным и крутился вокруг взаимоотношений двух персонажей, а именно Джейсики и Килгрейва, то в «Кулаке» все немножко сложнее. И не настолько сложнее, насколько это было во втором сезоне «Сорвиголовы», где множество разных сценарных нитей плавно пересекались между собой и рассказывали несколько разных историй, из-за чего зрителю было попросту интересно смотреть за всем, не отрываясь. В какой-то мере сюжет построен даже сложнее, чем в первом сезоне того же «Сорвиголове», но в «Кулаке» он показан не так сильно, как должно было быть, из-за чего первый сезон «Сорвиголовы» сильно выигрывает. В общем, что у нас есть в целом, это интрига и сюжетные повороты, которые проскакивают в сюжете очень часто и отлично развивают сюжет в разное русло. Но уже ближе к концу эти твисты либо не удивляют в связи с тем, что они начинают слишком предугадываться, либо становятся бредовыми и ведут сюжет куда-то не туда. При этом потом сценарий возвращается в русло. Четкое ощущение, что вот что-то прям идет не так, я почувствовал после седьмой серии. В той же серии, когда сломался люк, но в отличие от Кейджа, «Кулак» уже в девятой серии возвращается в строй и идет бодрячком так, продолжая свои сценарные ветки. Главная странность происходит под конец, ведь если во втором сезоне «Сорвиголовы» у нас сначала завершалась сюжетная ветка «Карателя», которая была в каком-то роде побочной, а потом уже основная, то тут наоборот. В двенадцатой серии мы видим некую концовку противостояния с рукой, и до финальных минут все выглядит как абсолютный конец, как вдруг внезапный клиффхенгер с предательством Гаррада Митчима, и уже в тринадцатой заканчивается этот сценарный пласт, который являлся на протяжении всего шоу побочным. Что я хочу донести? Из-за того, что главный кульминационный накал мы видели в двенадцатой серии, тринадцатая вызывает у зрителя недоумение и какие-то странные ощущения, ведь кульминация в тринадцатой серии выглядит намного слабее, чем в двенадцатой, а это не есть верно. И хоть в финале уже расставляют все точки над «и», но серия все равно выглядит не той, какой бы могла бы быть, если бы сюжет двенадцатой и тринадцатой серии поменяли местами. Нужно было заменить совсем немного, а получилось бы намного лучше, но ладно. В конце мы вообще видим огромный прямой клиффхенгер к защитникам, и таких клиффов не было ни в одном сериале Нетфликса. Кулак сделал это первым. Обычно сериалы давали косвенный клиффхенгер, открывая в сюжете определенную побочную ветку и развивая ее очень закрыто. Примеры «Клан Руки» в первом сезоне «Сорвиголовы», «Компания IJH» в «Джессике» и «Союз Шейцы и Мэраи» в «Люке». Но вот во втором сезоне «Сорвиголовы» был уже полупрямой клиффхенгер с гробом Электры и рукой, но для главных героев же опасности не было, а не победили. В то время как под самый конец сезона Дэнни и Каллин открывают новое приключение для себя, которое продолжится уже в «Защитниках». Подводя общий вывод, могу сказать, что сюжет в «Кулаке» получился интригующим, остросюжетным и интересным, но в то же время вызывающий откровенное недоумение в некоторых местах и кое-какие сюжетные ляпы. Диалоги. Знаете, рассматривая сериалы Нетфликса, по Марвелу нужно выносить их в отдельный пункт, ибо диалоги в каждом сериале выглядят по-разному. Что же в «Кулаке»? Оправданы ли все диалоги, которые в нем были? И хорошо ли они были прописаны? В большинстве случаев да, но есть моменты, когда прямо отчетливо видишь, когда тот или иной диалог растягивают, чтобы удлинить кранометраж, или видишь какое-то несоответствие в словах героев. В любом случае, диалоги в «Кулаке» меня особо не бесили. Может быть совсем чуть-чуть, может быть в тех самых сериях, я про седьмую и восьмую, а так в целом неплохо. Объясняют, раскрывают, показывают живость персонажей и их характер. Синдром Люка Кейджа, в котором были откровенно тупые диалоги с седьмой серии, «Кулака» не настиг. А вообще, я считаю, что объемность сериалов в 13 серий очень долгая, ибо Netflix делает сериалы как расширенные фильмы, не пытаясь делать филетные серии, а идти только по сюжету. Надеюсь, что после «Защитников» все сольные сериалы будут сокращены, ну, хотя бы до 10 серий. Это сделает их намного лучше и интереснее. Экшен. И вот это главная проблема сериала. Что же здесь не так? Дело в том, что я и, наверное, все остальные ожидали от «Кулака» такой постановки боев, что должна была челюсть отпадать и улетать в космос от увиденного. И самое главное, об этом говорили создатели проекта, называя экшен в кулаке сногсшибательным, динамичным, невероятным и очень красивым. И вот именно поэтому мы ждали лучшего, но что-то пошло не так. Дело в том, что боевка здесь совершенно обычная, которую мы видели в тысячи разных боевичках и так далее. Она ничем не цепляет, она средне сделана, она не интригует. Ну, интригует по-своему. Хотелось увидеть какой-то некий рейд от Дэнни Рэнда, но в итоге имеем простецкую боевку, которая не может впечатлить даже качеством съемки, как это делала Сорвиглава, показывая суровые, реалистичные бои одним кадром, показывая каждый нанесимый удар, хукой и так далее. Знаете, и главное, назвать боевку плохой, и язык не повернется. Когда начинается сцена драки, она не вызывает отвращения, тебе все равно хочется посмотреть на бой, которых в сериале, кстати, достаточно, но ты смотришь на это с каменным лицом, когда тебе обещали разрыв шаблона, и становится от этого обидно. Также иногда херит все плохой монтаж, когда кадры меняются с очень большой скоростью, и ты просто не успеваешь наблюдать за боем, но таких цен очень мало. В целом монтаж особо не раздражает. Самого экшена намного больше, чем в том же Люке или Джессике, и смотреть на него интереснее. Но я повторюсь, мы ждали высшего пилотажа от сериала про одного из самых лучших рукопашных бойцов Marvel, а увидели среднячок. В плане боев также существует одна мистическая сторона, которая не дает мне покоя. Дело в том, что по сюжету Дэнни ни разу не проиграл бой, он всегда выигрывал. И что самое удивительное, каждый раз он выходил почти что сухим из воды, по нему наносили минимальный урон, он не получал таких повреждений, как Джессика, Мэтт, или даже Люк, у которого непробиваемая кожа. Максимальный урон, который ему нанесли, это внезапный удар кинжалом в бок, и то он раскидал десяток человек с такой раной, и потом только его зашивали, и он уже как новенький. Так в чем же мистиком? Да в том, что Дэнни, несмотря на то, сражается ли он один на один, или один на десять, он сражается всегда на равных с противником, или противниками, и лишь в конце становится сильнее и побеждает. Прикол в том, что постановка выглядит так, что Дэнни с трудом дерется со всеми ними, и как будто преодолевает себя, чтобы одолеть кого-то. Но ведь сценарно это вовсе не так. По сценарию он живое оружие, которое создано, чтобы побеждать. Самое смешное, что он может заблокировать очень опасный и неожиданный удар противника, но в то же время пропускает уж больно очевидные удары. Я не могу поверить в то, что сначала Дэнни в коридоре в одиночку раскидывает кучу человек триады, а потом также сражается с одним бойцом руки, который, ну будем честны, чуть сильнее бойцов той же триады. Но не верю я в это, не верю. Вот именно в этом вся проблема постановки боев. Я надеюсь, что во втором сезоне они позовут в сериал другого хореографа, который подойдет со смекалкой к силам Дэнни, и покажет уже, как сражается настоящий железный кулак. Ну а вообще за создание боевки кулаку отвечал хореограф четвертого сезона Стрелы. То есть Седаба, поэтому как бы неудивительно. Алло? Тебе чё, хреново что ли сказали? Не лезь, дебил! Седаб тебя сожрет! Графика. Вот тут похвалю. Не ожидал. Не ожидал, что они сделают настолько реалистичный эффект кулакачи, и за это огромный респект. Вообще, в принципе, графика во всем сериале очень хорошая, и стала намного лучше, чем в предыдущих сериалах. Горные виды кунлуни, прыжки Дэнни, взрывы, использование кулака, все это вызывает только положительные эмоции. Возможно, где-то выглядит не так реалистично, но помните, что вы смотрите и сериал. Даже в «Игре престолов» можно где-то увидеть халтуру, ибо сериалы никогда не будут иметь такую же графику, как и в фильмах. Нужно просто уметь отделять графику от хорошей сериальной и плохой сериальной, а не сравнивать ее с фильмами. Атмосфера. Совершенно другая, как и в других сериалах Нетфликса. Очень боялся, что атмосферный сериал будет напоминать сорвиголову с его мрачности и суровостью, но в итоге получил новый взгляд на Нью-Йорк. Восточный мир и его конструкция очень чувствуется в сериале, поэтому он получается таким более ярким и мистическим, чем остальные сериалы, и более сказочным за счет магии, клана руки и многого другого. Если предыдущие сериалы казались очень реалистичными и поднимали какую-то свою тему общественности, то в кулаке очень балансируют грани реальности и восточные сказки, чему я очень рад. Ведь до релиза прокладывалась мысль, что сериал будет таким же, как и другие, а кулак должен быть более фантастичным в свете того, откуда он прибудет, так что я доволен. А теперь давайте поговорим про персонажей. Дэнни Рэн, Железный Кулак в исполнении Финна Джонса, мне понравился. В принципе, он отыгрывает того персонажа, который был 15 лет в монастыре, а потом приехал обратно в родной город и пытается быть своим, но у него ничего не получается и делает он все хуже, мешая окружающим. А как только слышит уроки, так вообще срывается, чтобы добить эту мразоту на корню и не оставить ничего от нее. Правда, проблема в том, что он сбежал, и его обучение в качестве кулака еще не было закончено, что как бы объясняет, почему он не может иногда контролировать свое чи и некоторые его тупые действия. Дэнни доверчивый и милосердный персонаж, который приехал, чтобы отыскать вопросы о случившейся с ним и его родителями катастрофы, и он не остановится ни перед чем, чтобы добиться истины, что также показывает, что он очень упертый. Можно сказать еще, что его персонаж проходит эволюцию на протяжении всего сериала и начинает лучше разбираться в людях и становится более строгим. Калин Винг в исполнении Джессики Юхенвик получилась одной из той девушек, которая может поставить за себя и других, но при этом она не видит, где истины, где правды, и по ходу сюжета ей приходится метаться и выбирать сторону. По сути, весь сезон она была двойным агентом руки, которая сама того не понимала, что делала, но осознав все, предает своего мастера и встает на сторону Дэнни. Можно даже сказать, что она самая храбрая девушка в сериалах Нетфликса, конечно же, после Клэптэмпу. Уорд Мичем в исполнении Тома Пелфри лучший персонаж сериала. И я не шучу. Уорд именно тот персонаж, который раскрывается на протяжении всего сезона. Если когда в первый раз он появляется, ты видишь эгоистичного черствого ублюдка, который делает все, что угодно, чтобы помешать Дэнни, Том, кстати, отлично отыгрывает такого ублюдка, то потом понимаешь, почему он так все делает, что он вообще делает, и в результате этого всего образ и отношение к персонажу совершенно меняются. Он превращается из ублюдка в хорошего парня, который попал просто в трудную ситуацию, из которой нет выхода. А Дэнни это способ выбраться из него, но он боится перемех, но все же решается на них. В самом конце мы видим, как Уорд и Дэнни сблизились, став больше, чем обычными товарищами. Они стали настоящими друзьями. Вот именно такие персонажи, история которых является очень колоритной, продуманной, запоминается больше всего. И у Уорда я запомню надолго, как персонажа, которого нельзя судить по обложке. Джой Мичием в исполнении Джессики Строуп это совершенно противоположный образ Уорду. Джой принимает Дэнни и помогает ему вначале, возвращает его в наш мир. Но позже она понимает, что зря сделала это, ведь Дэнни еще ничего не понимает и делает все только хуже. И если Уорд с каждой секундой становился все более лояльный к Дэнни, то Джой наоборот становится негативнее, и ее встреча с отцом ставит финальную точку в этой игре, создавая из друга врага для Дэнни. Правда, финал ее истории все же не доделан. Не смогли они до конца прописать Джой, чтобы мы верили ее действиям на 100%. Как они это сделали с Уордом? А возможно, просто оставили такой козырь на второй сезон. Давос в исполнении Саши Дхавана очень похож на Мордо, но не полностью, а лишь образно. Я имею в виду, что персонаж является союзником для Дэнни, является его лучшим другом, но между ними происходит конфликт и расхождение во взглядах, из-за чего Давос становится злодеем. И если Мордо предаст Стрэнджей из-за того, что Карл разочаровался в магах и своем учителе, и попробует устроить переворот, то Давос обозлился на Дэнни, потому что из-за него он не стал кулаком, а в итоге и вовсе бросил Давоса и Кунелунь, сбежав в Нью-Йорк. Давос увидел, что Дэнни не достоин силы Шаулао и решаются убить его, чтобы попытаться вновь получить то, что забрал у него Дэнни. Пока трудно сказать, получится ли Давос с хорошим злодеем, но персонаж проработан был качественно, поэтому я жду его во втором сезоне. Я буду извергом, если не упомянуть Джерри Хогарт в исполнении Кэрри Энн Мосс и Клэр Темпл в исполнении Розарио Доусон. Они, как всегда, великолепны. А теперь о злодеях. Хочу сказать, что злодеи получились какими-то невнушающими, а некоторые из них устраивают такие многократовочки на протяжении всего сериала, что даже и непонятно, а злодеи ли они вообще. И нельзя сказать, что злодеи плохие, как тот же алмазный змей в Люке Кейджа. Они просто очень странно показаны и не каждый из них был раскрыт до конца. Видимо, чтобы появиться в будущем. Мадам Гао в исполнении Вай Чин Хо уже появлялась в сорве голове, но там она выполняла очень маленькую роль, когда здесь ей дали полноценную злодейскую роль. Но вот только до конца и не осталось понятно, а кем она являлась для Дэнни. Изначально она противостоит ему, но позже открывается истина, что она предала руку и пошла своим путем, а настоящая рука ведет охоту на нее. Видимо, Дэнни был марионеткой в ее руках, чтобы уничтожить настоящий клан и тем самым она подмела бы все под себя. Но что-то пошло не так. Гао, по ее словам, более 400 лет. И за это время она выработала сдержанность, силу воли и главное, стратегическое мышление. Поэтому на каждый пропущенный удар от нее последует в ответ сразу два. Бакуто в исполнении Рамона Родригеса особо меня не впечатлил. Его цель была схожей с Гао, но если Гао хотела пользоваться Дэнни, а потом выбросить, то Бакуто пытался переманить Дэнни на свою сторону, чтобы получить в состав клана руки легендарного железного кулака. К сожалению, его план раскрывают и приходится переходить к более агрессивным действиям. Если честно, то Бакуто очень похож на Нобу, но если Ноба был уж больно карикатурным ниндзя, то Бакуто имеет какие-то личностные черты, хотя они и не особо выделяются. В его образе очень прослеживаются моменты, что он вовсе не лидер, а лишь очередная пешка в руках главного в клане руки. Гарольд Мичи в исполнении Дэвида Уэннама наверное лучший из злодейских образов, показанных в сериале, но его злодейскую натуру мы чувствуем лишь в последней серии. С Гарольдом чуть не произошло то, что произошло с щитоморником в люке. Его чуть не слили к чертовой матери, но к счастью они смогли меня удивить. И когда Гарольд воскрес, я буквально прыгал от части. Ему выделяют целую обдельную сюжетную ветку, чтобы показать, что он не терпит помыкательств им, а хочет быть самим лидером и использует любые средства для достижения этого. Конечно, эксперименты клана руки с его телом, которые сделали то же самое, что и Знобу, я сейчас по воскрешению из мертвых говорю, придали ему некое безумие. И, видимо, именно в этом аффект такой силы. Видимо, каждый раз умирая и потом возрождаясь, человек теряет частичку своей души и становится более чувством и опасным. На это, кстати, несколько раз сделали акцент в сериале, видимо, давая предпосылки к тому, что будет с Электрой в Защитниках. Вообще, в целом, Гарольд отличный манипулятор и замечательный отец, который не до конца досмотрел свой план и в итоге из-за этого погиб. Ну что, мы подобрались к пасхалочкам и теориям. Давайте быстренько выскажусь сначала по всем возможным пасхалкам и отсылкам, которые меня заинтересовали, а потом перейдем к теории. В первой серии один из бомжей Нью-Йорка в диалоге упоминает улицу Бликер-стрит и вряд ли это просто совпадение, ведь совсем недавно выходил фильм Доктор Стрэндж, где именно на этой улице и находился Санктур Санкторум. Битва за Нью-Йорком Мстителей снова упоминается в сериале и снова по несколько раз, а Халк даже удостоился личного референса. На сорве голову и Люка Кейджа было очень много отсылок в сериале в то время, как Джессику упомянули лишь один раз. Микрофон VH.I.H. мы видим в одной из сцен, что отсылает нас к самому популярному каналу новостей в киновселенной. Также удостоилась отсылки Карен Пейдж, когда журналистка просит редакторов подождать с печатью, ведь у нее есть более интересная история, чем у Карен. Да, в сериале еще куча отсылок на Нью-Йорк Галлютень, самую популярную газету в киновселенной. Во время боев в клетке Калин Винг выбирает псевдоним Дочь Дракона, что отсылает нас к команде Дочери Дракона, в которую входила как раз Калин Винг и Мисти Найт. Ждем их альянса в Защитниках, а может быть отдельного сериала? Да нет, дай мне. В сериале Дэнни так и не надел свой костюм, зато мы видим, как он носит желто-зеленый халат. И вообще целый сезон мы видим, показан легендарный Шао Лао Бессмертный, чего никто не ожидал. Ну как показан? Глаза в темноте. А вы чего хотели? У сериала нет такого бюджета, чтобы сделать реалистичного Дракона. Но мне и глаз хватило, не знаю, как вам. Лей Кунг Громовержец также появляется в сериале как учитель Дэнни и отец Давоса. И не спрашивайте меня, почему Лей Кунг Азиата Давос Индус. Наверное, Давос приемный. Также в восьмой серии Дэнни сражается с пьяным бойцом руки. В комиксах, кстати, этот персонаж тоже был. И был он не пьяным, а более таким мистическим. Но вообще я в этом увидел отсылку на такой фильм, как пьяный мастер с Джеки Чаном. Вот. Ну и конечно же, камео Стэна Ли в виде полицейского на плакате, которое уже вошло в традицию Netflix проектов. В сериале Гарольд Митчем воскрешается из мертвых, так же, как это сделал Набу в Сорвиглаве и сделает Электро в Защитниках. Но, судя по всему, нас ждет возвращение еще одного персонажа из мертвых. Теория 1. Бакуто вернется либо в Защитниках, либо во втором сезоне Кулака. Как вы помните, Давос убил его, но чуть позже его тело похитил рука. Для чего? Конечно, чтобы возродить из мертвых одного из своих лучших бойцов. До сих пор неизвестно, каким образом клан воскрешает людей из того света. Но ответ на этот вопрос мы, возможно, уже выясним в кроссовере. Во время разговора в лифте с Дэнни Бакуто говорит, что железным кулаком заинтересовался кто-то. Кто-то, кто руководит балом. Теория 2. Бакуто имеет в виду главного злодея из сериала Защитники, а именно Александру в исполнении великолепной Сигурни Уивер. Пока неизвестно, что точно будет представлять из себя ее злодейский образ. Но судя по всему, именно она является верховным лидером клана Руки. В 10 серии Бакуто показывает пленку с одним из железных кулаков, который раскидывает кучу солдат во время Второй мировой войны. Теория 3. Этот кулак никто иной, как Орсон Рэндалл, дедушка Дэнни Рэнда. В комиксах Орсон обладал похожим костюмом, что и на пленке, и также принимал участие в схватках во время Первой мировой войны. Но тут время пришлось немного подвинуть. Возможно, второй сезон даст нам больше ответов на эту теорию. Ближе к концу 13 серии мы видим, как Давос разговаривает с Джой Митчем и предлагает ей убить Дэнни Рэнда. Это, кстати, канон. В комиксах они тоже объединялись. Все это подслушивает мадам Гау за соседним столом и к концу сцены начинает ехидно улыбаться в камеру. Теория 4 На самом деле здесь много аспектов, подводящих к финальному выводу. Дело в том, что монахи, которые обучали Дэнни бойцовским искусством, имели название Орден Журавлиной Матери. Журавлиная Мать была в комиксах, но она была наоборот главным врагом Кунь-Луня, а конкретнее правителем города Кунь-Зы, одного из семи небесных городов. Именно Журавлиная Мать однажды нашла Давоса и дала ему силу, чтобы сделать воином своего города и одолеть Железного Кулака. Я считаю, что Мадам Гао никто иная, как Журавлиная Мать, которая поможет Давосу и Джои, чтобы одолеть Кулака и захватить Кунь-Лунь. Правда, до сих пор не остается закрытым вопрос, почему Орден, в котором воспитывали Дэнни, называется в честь нее. Возможно, что создатели шоу придумали большой сюжетный поворот во втором сезоне, а намеки на него дали в первом. В любом случае, я уверен, что темой второго сезона станет не только личностное противостояние Дэнни и Давоса, а также рассказ о войне Кунь-Луня и Кунь-Зы, но я надеюсь на это. В самом конце тринадцатой серии мы видим, как Дэнни и Каллин приходят к вратам Кунь-Луня, но не обнаруживают там города, они лишь видят трупы и кинжалы с символами руки. Теория 5. Исчезновение Кунь-Луня станет катализатором создания защитников, чтобы одолеть клан руки и вернуть город, а также наконец узнать, кто за этим стоит и что они задумали. Уже давно говорилось, что именно Железный Кулак соберет команду и будет ее лидером. Таким образом, защитники будут прямым продолжением истории Железного Кулака, который переплетут между собой истории и других персонажей. Ну что же, ребята, а на этом все. Что я могу сказать в итоге? Какой у меня топ? На самом деле, Железный Кулак объективно намного лучше, чем Лю Кейдж. Лю Кейдж так и остался самым плохим сериалом Netflix'а и самым отстойным, как по мне. Но так и на каком месте Железный Кулак? Он точно не лучше двух сезонов Сорвей головы. Мой любимый сериал Netflix'а от Marvel это второй сезон Сорвей головы. Потом будет идти первый сезон Сорвей головы и здесь очень сложный выбор. Объективно, объективно, возможно, Джессика Джонс и Железный Кулак где-то на одном уровне. В Джессике Джонс есть отличный злодей. Отличный злодей, просто гениальный. В Железном Кулаке их нет. Но в Железном Кулаке больше драк, лучшая графическая составляющая и интереснее сюжет. Потому что в Джессике он был построен только на взаимоотношении этих двух персонажей. Тем более, в Джессике я намного больше скучал, нежели в Железном Кулаке. Как-то в Железном Кулаке я не особо скучал. Ну, как-то так. Лично я поставлю Железного Кулака на третье место. Но это мое мнение. Тут как-то Железный Кулак и Джессика Джонс на равных. Но лично для меня на третьем. А вы пишите в комментариях, на каком месте стоит у вас Железный Кулак в топе всех сериалов Netflix Marvel. Вообще, пишите свой топ в комментариях и пишите, как вам сериал Железный Кулак. Понравился он, не понравился. И пишите, конечно же, почему. Будет интересно почитать вашу критику. С вами был я, BlackSanFity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем удачи, пока, берегите себя и смотрите только хорошие сериалы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok